Друзья, привет! Сегодня мы с Никитой, с менеджером компании Сферы Кар, специалистом в универсалах и минивенах, разберем две народные машины. Никита, какие у нас машины? Добрый верток, друзья! Сегодня мы покажем вам два автомобиля на одной технической базе, но немного разных кузовов. Это у нас Toyota Corolla Fielder, 16-й год, рестайлинг, и Toyota Siento, второе поколение. Эта машина вообще первый раз попала к нам в руки, мы ни разу не привозили рестайловую Siento, и очень хотелось бы, конечно, посмотреть на нее гибридную, но у нас обычный бензин, но она уже на новом моторе, вот, а Fielder у нас на старой доброй технической базе. Итак, смотрите, у нас Fielder 15-го года, а Siento 16-го года, то есть это свежемашины. Обратите внимание, у нас рестайлинг. С какого года, Никита, рестайлинг? Рестайлинг идет на этих кузовах с 15-го года, с июня 15-го года. Он потерпел прям ощутимые изменения, в основном это по внешности. Перед стал намного агрессивнее, фары стали более плоскими, кузов стал более обтекаемым и выглядит достаточно стильно. В общем, я их отличаю сразу. Вижу вот этот рыбий рот, который пошел с 15-го года, и все, это значит рестайлинг, и, честно говоря, я уже потом не вижу фары. Вот, у нас комплектация это Aero Tower. Друзья, обратите внимание, в этой комплектации машина идет у нас сразу на литье. Здесь у нас 16-е диски. Это идет родной диск от G-комплектации. В простых комплектациях здесь идет штамповка с таетовским колпаком. Но борта у нас тоже немного изменились. У нас появился хром на дверных ручках. У нас шикарный спойлер. Это также плавник, как на всех машинах уже свежих поколений. Ну и плавно переходим к задней части. Здесь тоже у нас колоссальные изменения. Я вот вижу самое главное изменение. Какие-то аэродинамические штуки, в общем, на заднем крыле, которые не дают, наверное, ему плавать. Чтобы машина с трассы не сдувала. Да, скоростя-то большая. Машина-то гибридная. Ну это 570-й просто. Да? Ну фары реально. Я вот тоже заметил. Прямо сходство. Прямо реально очевидно. Как будто Toyota вся прям тянется к хедлайнерам своим. Это 200-й крузер и 570-ка. Здесь у нас стоит хромовая накладка, филдер. Такое тоже не во всех комплектациях. Это только G и аэровагон, аэротауэр. Мотор 1NZ FXE 74 лошади. Гибридная установка на 45 кВт. Ну и в принципе все. Ну и плюс трансмиссия здесь. Планетарная такая же, как и на Аква. То есть это... То же самое. Ее там по-разному описывают, но это какая-то гибридная смесь между одноступенчатым редуктором и вариатором. Вот там нету ремней, там есть шестеренки. В общем, надежный агрегат. Мой вариатор, да, друзья, только у него идет привод вместо ременного, у него идет планетарный механизм. Проблем с ним никаких нету. Никогда он не ломается. Если кто переживает за трансмиссию, не переживайте. Подходит практически от всего. В Владивостоке стоит 3000 рублей. Автоматный такой автомобиль. Ребята, давайте глянем, что у нас в салоне. Тут сразу же я вижу это черный потолок, руль с белой прострочкой. У Филдера, даже в бюджетных версиях, что и вот в этой фаршированной, мне вообще нравится все. Управление печкой, воздуховоды. Есть обороты, то есть там на каких-то более старших моделях, там Charge, Power, Eco. Здесь обороты, то есть, ну, все-таки спорт, как-никак, спортивные рули, и вам нужны обороты. Вот они вам здесь есть. Сидеть приятно. Кожаные боковушки, по центру тряпка, есть подогревы и V-MOD. Тем не менее, у нас тут G-комплектация, у нас черные вставки, по-моему, в обычных они выглядят как-то иначе. Очень нравится мне, что отдельно вынесено табло, да, для управления гибридными. И во всех комплектациях, даже самых простых, иксовых, мультируль всегда есть. То есть, управление вот этими функциями всегда осуществляется с руля. В нашей комплектации руль полностью мультовый, то есть, есть еще и слева кнопки управления магнитофоном. Можем делать тише, громче, менять режимы и так далее. Руль, кстати, очень приятный. В иксовых он, ну, пластмасса вот эта вот резина не такая интересная. Ну, и, конечно, сидушки. Классная боковая поддержка, мне прям нравится на самом деле. У нас давненько не было на обзорах таких машин, потому что у нас Аквы, у нас Аксио гибриды были. И филдеры у нас уже давненько не появлялись. Аксио просто хочется напомнить, что испытывает водитель этих автомобилей. Для города вот так вот вообще. То есть, какие-то скоростя до 80 по городу, движение в пробках только на электротяге. Этот автомобиль справляется, потому что по сравнению с теми же хондовскими батарейками, здесь мощности в два раза больше гибридной установки. То есть, в хонде это 22 киловатта идет на шаттлах. Здесь у нас 45 киловатт мощность гибридной установки. Поэтому вы можете в пробках просто в EV режиме передвигаться потихонечку с заглушенным бензиновым мотором. Друзья, Сиента первая в нашей компании. Это новое поколение. Второе, да, Никит? Да, это второе поколение Сиенты. Оно уже выглядит довольно посимпатичнее, поинтереснее, чем первое. У нас здесь самая простая комплектация. У нас здесь много чего нету. Но даже в ней машина выглядит достаточно интересно. У нас здесь обычно идут штампованные диски с тойотовскими колпаками. Тем не менее, в самой простой комплектации у нас обязательно идут повторители поворотников. Нет туманок. Фары также расплылась по крылу. Блин, аэродинамично выглядит вообще очень классно. Да, просто пластик прилепили уже совершенно другой вид. Конечно. Первое впечатление может возникнуть, да, как будто это АД-шка грузовая какая-то из-за вот этих черных полосков. А мне фрит сразу. А, из-за полосок? Да, из-за полосок. То есть, как вроде черные грузовые бампера, пробокс, да, грузовая АД-шка. Но первое ощущение такое. Но это именно в белом цвете, когда смотришь на том, что... Нет, на самом деле стильно. Особенно вот, если посмотреть дальше. Вся оптика расплылась просто по бочине. Что переднее, что заднее. На самом деле, интересное решение. То есть, сразу слайдер двери, обратите внимание. То есть, это минивэн, это не хэтчбэк, это уже минивэн. Друзья, Сиента у нас не гибридная. У нас простая комплектация, полтора литра, бензиновый мотор, 2NR, FKE. Не NZ. Не NZ, да. Я узнал сегодня. Я думал, что они идут на NZ, но идут выдовые версии на NZ. Что удивительно. Действительно, на обычные бензиновые автомобили с полным приводом ставят тот же самый 1NZ. Передний привод, полтора литра, мотор 2NR. 109 лошадей, да? 109 лошадей у этого мотора, да. В то время, как у NZ, выдового, идет 104, если не ошибаюсь, и 74 в гибридных NZ. По трансмиссии такой же автомобиль, это обычный вариатор. Ломаться здесь нечему абсолютно. Запчасти подходят все практически, если говорить о моторе. То есть, как и от филдеров, как и от всех их аналогов на этой технической базе. Все просто, все надежно. Ну и претензий к тойотовским моторам уже не было давно. В принципе, никаким. Если есть претензии, там есть QR-код, и можно сразу звонить в Японию, в общем, и орать в трубку что-то. Да, они будут. И написано Made in Japan. То есть, этот мотор реально... Да, это не пионер, когда написано Made in China сзади. Эх, друзья, что у нас по салону в Сиенте? Сразу, конечно, бросается в глаза контраст. Здесь у нас все светлое, все беленькое. Не скажу, что как-то неприятно здесь сидеть. Достаточно, наоборот, кажется, очень просторно. Ну и, в принципе, салон здесь побольше, да, чем в филдере. Вот. Самая простая комплектация, друзья, иксовая, повторюсь. У нас здесь самый простой пластик. Торпеда выглядит достаточно стильно. Даже выглядит под кожу. То есть, здесь идет даже строчка какая-то. Но, на самом деле, это все равно пластик. Это пластик. Пластик простой, деревянный. Простой, дешевый, надежный. Вот у нас аукционный лист. Обратите внимание на цвет бардачка, друзья. Вот эти машины бывают вот такого же цвета. И вот, представляете себе, если вот машина ярко-оранжевая, с ярко-оранжевыми внутренностями бардачка. Вообще бомба. Не знаю, для кого, конечно, но выглядит достаточно интересно и необычно. Руль у нас здесь простой. Вот резиновый, о которых я говорил. В филдерах простой комплектации руль точно такой же. Управление у нас климатом самое простое. Тише, громче. Режимы печки, кондиционирование, обогрев заднего стекла. Селектор у нас в стандартном виде. Находится на панели. В принципе, сидеть удобно. Подлокотник у водителя присутствует. Слева нету. Слева нету, но на самом деле даже вполне комфортно. С ростом 180. У нас, кстати, вот такая штучка. Очень классная. Не в краю, не в этой. Правда, для России не та сторона. Да, как всегда. Но, тем не менее, она есть. Пошли смотреть третий ряд, потому что это очень интересно в этой тачке. Так, третий ряд. Это основная фишка, которая делает из этой машины не хэтчбэк, а минивэн. Так, прячется он. Смотрите, он не здесь, а он вон там. Здесь у нас компрессор. Вы посмотрите на вот эту систему, друзья. Ну, немножечко надо потанцевать, конечно. Она прям срастить изначально. Будет. Вот она как. Так, сейчас опять надо дернуть за петельку. Мне кажется, проще раскладывать, конечно, со второго ряда. Раскладывать третий. Ну, кстати, тут я уже вижу ниши, подстаканники, колонки есть. Я думаю, они прям притащили Фрида к себе в бокс. Смотрели, как они там все сделали. Вот. И я думаю, прям в противовес эту машину Фриду проектировали. Потолок высокий, можно перевозить. Ну, достаточно такой. Но телек здоровый можно увезти. Ну, в общем, минивэн такой, как бы. Такой. Для начинающих. Для начинающих людей, кто только попадает в сегмент таких семей. Уже не один ребенок, два ребенка. Еще там собака. Куда собаку? Начинать, в общем. Да, свое знакомство с минивэном можно с вот этого автомобиля. Ну, что, поехали? Будешь делиться впечатлениями от нового мотора, который идет с 2015 года. А этот на третьем ряде сидений. Вот. Ну, что, подстаканник есть. Есть ниши. Форточка тут моя индивидуальная есть. Ручки нету. За что держаться. Только можно за седули. Ремень безопасности есть, между прочим, можешь пристегнуться даже. Да, кстати, безопасность есть. Да, ремни есть. Вот. Но, на самом деле, 200 километров не получится проехать в комфорте. Вот. И, то есть, у меня сейчас поджатые ноги. И даже если это двинуть седули вперед, все равно с моим ростом, ну, с ростом, там, типа, 180 плюс назад вообще не надо садить людей. Вот. Но детям, детям, кстати, здесь будет нормально. Вот. Либо людям, у которых рост, там, от 150 до, там, 175. Нормально, кстати, здесь будет. Вот. То есть, можете миниатюрных девушек садить на третий ряд. Нет такого ощущения, да, как, знаете, там, на кейкарах едешь, хочется выйти ногой, потолкнуть машину. Нет, она вполне нормально себя ведет. Не гонка, конечно, но не чувствуешь себя обделенным никоим образом. Сидеть комфортно, удобно. По ходовке тоже машина очень мягенькая. Вроде бы, там, небольшая, да, если сравнить опять с теми же табуретками. Вполне себе мягко, вальяжно. Я думаю, если нагрузить у нее 7 человек на все посадочные места, вы вообще поплывете просто как на корабле. Друзья, ну что, самое интересное, это цены и конкуренты этих автомобилей. Давай начнем с цен, давай с филдера, потому что это прям вот масс-масс сегмент. Люди звонят каждый день по универсалам. И все-таки этот универсал занимает первое место по популярности. Какие цены, Никит? В самых простых комплектациях, если это передний привод, не гибрид. С 161-й кузов. Да, да, да. С мотором 2NR FKE. Друзья, этот автомобиль стартует от 600 тысяч рублей. Можно найти чуть-чуть дешевле вариант, но если вы хотите хорошую машину, от 600 тысяч рублей ориентируйтесь. Если вы хотите самую популярную версию, это гибрид 1,5 литра с мотором 1NZ, то старт на такие машины от 650 тысяч рублей и в гору. Также примерно и у водовых версий 1,5 литра полный привод от 650 тысяч рублей и вверх, но там скорее 650, 670, 680 и в больше. Вот, это самое начало цен на автомобиль. Прошу заметить то, что гибриды, что полный привод, да, это вот самое интересное, наверное, модификация этих машин. Они примерно стартуются, у них и тех же, там, 600, там, 30-50 тысяч. И нету такого, что гибрид это равно сотня, 80 от базовых, там, бензиновых версий. Вот, а если вам вообще не нужны эти, там, гибридные технологии, вам не нужно ВД, вы просто хотите, просто передний привод, надежный мотор, надежную трансмиссию, универсальную тачку. Обычная полторашка, 109 лошадей, 600 тысяч рублей и она важна. В общем, разнообразие по ценам очень большое. Сколько стоит VXB, G, Aero Tower? В самых жирных комплектациях, да, здесь идет от 750 тысяч рублей и в гору 750, 800, 850, вы можете взять себе VXB в рестайле, полтора литра гибрид перегибрид. Ну, еще влияет пробег. Ну, конечно, все зависит от комплектации, пробега и оценки. Этот красавчик стоит 800 тысяч и он поедет в Читу. Друзья, и по ценам на Сиенту, также в зависимости от технической комплектации, цены немножко разнятся. Это у нас самая простая комплектация, полтора литра, 109 лошадей, передний привод. Стоимость на такие модели начинается от 700 тысяч рублей. Если вы хотите полный привод 1NZ, полтора литра, то рассчитывайте примерно на 800, это самый старт. Может быть, есть ниже машины, но сомнительного состояния уже мы говорим о более-менее нормальных. И самое интересное, это полтора литра передний привод гибрид, точно такой же, как представлен у нас в Филдере. Старт от 800 тысяч рублей, от 800 и в гору. Поэтому решайте для себя, что вам нужно. Важны вам 4WD в вашем регионе или хотите экономить, хотите двигаться к новым технологиям, выбирайте гибрид. Если вам ничего неинтересного из этого, берите самую простую, полторашку, передний привод, цены на них от 700 тысяч рублей и в гору. Друзья, если у вас есть вопросы, внизу будут ссылки на WhatsApp, на соцсети. Можете писать напрямую, спрашивать вопросы про минивэны, про универсал, про любые тачки. Внизу в комментариях будем ждать ваши вопросы. Имели ли дело вообще с этими машинами, что скажете. Может быть, вы владельцы этих машин и скажете всю правду. Может быть, мы тут нафантазировали. Мы не ездим на этих машинах, мы только их продаем, мы только их видим на наших стоянках, делаем на них обзоры. Но, к сожалению, я не езжу на Филдере, у меня нет опыта. Но будет интересно послушать опыт реальных пользователей. Друзья, в общем, ждем вас внизу в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, у нас еще будет много машин из разных сегментов. Пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сферокар»